Включаю гоночный режим. Нажимаю две педали одновременно. Она доходит до гоночной фазы. Надо снимать вот здесь сейчас. Вот здесь будет самое интересное. Здесь будет финишный флаг. И после того, как я отпущу тормоз, мы поедем очень быстро. Все, 120. 140. 160. 180. 190. Торможусь. Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидович, московский стритрейсер. Прародитель этого движения в России. Уже десятилетия он живет в постоянном адреналиновом запале. Он самый настоящий адреналиноголик. Ему сейчас 30. Но глядя на то, как он гоняет по дорогам, кажется, что 30 это уже очень много. Это было два года назад. Вру три уже. Я с другом на спор поехал в Санкт-Петербург. Спор был простой, что он едет, летит на самолете туда, а я туда на машине еду. Кто быстрее? Я встретил его за 10 минут. То есть я приехал на 10 минут раньше. Я как дьявол вел себя на дороге. Как настоящий дьявол. С трудом верится, что в арсенале Эрика Китуашвили нет ни одной крупной аварии. Зато есть один необъяснимый случай. Полтора года назад я ехал на мотоцикле. Ехал домой. Не быстро, 80 км в час. По правилам дорожного движения. То есть я на машине езжу за 300, а на мотоцикле езжу по правилам. Ровно вырезанная дырка на асфальте. Причем она вот такой примерно глубины. У меня уходит туда переднее колесо. Колесо бьется. Я взлетаю в воздух и пролетаю на высоте порядка полутора-трех метров. Метров, наверное, 20. Мотоцикл у Эрика был редкий, коллекционный, но главное, очень тяжелый. От удара сидение отскочило в автосалон у дороги. Уже где-то в воздухе отлетело заднее колесо. Я вцепился в руль. И я не могу описать, как слайдами это все идет. Я вижу дорогу, я вижу, что я лечу. Я понимаю, что я что-то оторвал. Я вижу грузовик. Я понимаю, что я сейчас приземляюсь на уже встречной полосе. И лечу под этот грузовик. Как и во многих пограничных ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, за работу принялся адреналин. Под его воздействием окружающий мир превратился в замедленное кино. В нем время растянуто, и можно успеть рассмотреть все существенные детали, проанализировать ситуацию и принять правильное решение. В реальном времени все это занимает считанные секунды. Я уже прикинул скорость движения грузовика. Я прикинул скорость полета своего. И понял, что единственное, что меня может спасти, это скорость. Грузовик двигался не очень быстро. И я ехал не очень быстро. Но летел я достаточно круто. Я принял решение, что мне нужно остановиться. Теоретически, после такого полета на мотоцикле приземлиться можно. А потом, через несколько мгновений, после соприкосновения колес с асфальтом, нужно нажать на тормоз, чтобы не погибнуть. Расчет Эрика был быстрым и верным. Если бы не одно «но». Я упал. И когда я упал до асфальта, докоснулся до асфальта, докоснулся до тормоза и понял, что его нет. Колесо-то оторвал. Система не работает. Замкнутой цепи нет. Но он очень резко начал останавливаться после того, как я упал. Представьте, что мотоцикл, вот он взлетел, пролетел, вот так ровно упал, вот так проскользил и вот так остался стоять на асфальте. Мотоцикл не упал ни налево, ни направо. А это уже то, что невозможно объяснить ни человеческой волей, ни органической химией. Случай, рок, удача. Водитель грузовика в объяснениях написал, что я, говорит, ничего не знаю, но я увидел мотоцикл, который спускался из-под солнца защитного козырька. То есть я спускался с небес. Живой, здоровый, ничего не сломал. Когда приехали полицейские, они начали искать тело. Они говорят, тело где? Вы куда тело сприняли? Я говорю, тело это я. Они говорят, уважаемое тело, уйдите, вы не то тело, которое мы ищем. Нам нужно тело, которое было на мотоцикле. Я 20 минут объяснял, что тело, которое было на мотоцикле, это я. С тех самых пор Эрик завязал с мотоциклами, но не со скоростью. Ведь человек, зная где и как раздобыть сильные ощущения, хочет получить их вновь и вновь. Нельзя вот этот адреналин написать, нельзя вот этот кайф, вот это удовольствие. Вот я говорю, мне кажется, что это... Я никогда в жизни не пробовал наркотики. Ни героин, ни кокаин. Но судя по рассказам, мне кажется, я торчу от автомобильной тематики. Сто процентов. Я причем торчу настолько плотно, что деться с этого никуда невозможно уже. Я никогда не завершу с этим. Пока Эрик одинок, жены, готовой терпеть экстримала, он не нашел. Возможно, что прирожденный гонщик лишает себя многих прелестей жизни. Только совсем другое, без экстрима. Лишает себя тихих семейных вечеров, возможности погонять футбол с детьми, сходить в кино с женой или всей семьей поехать погреться у моря. Но нет, для того, кто сидит на адреналиновой игле, именно такая обычная жизнь является самым страшным кошмаром.